Дмитрий, добрый день, рады приветствовать вас на нашем канале. Здравствуйте, Руслан. Расскажите вашу историю, вашу судьбу, почему вы выбрали Канаду и в конечном итоге уехали из Канады, очень интересно. Мы подошли к этому вопросу обстоятельно, изучали опыт других людей, у меня есть и знакомые родственники, которые жили в Канаде, и одноклассники, которые туда поехали, в том числе и в Америке. Ну, американская мечта, потому что ты приезжаешь, там сразу миллион долларов зарабатываешь. В том числе, по моей профессии, у меня область применения такая, что Канада и Америка было наиболее интересное место для работы у меня. И большинство работодателей требуют как визы канадской или американской, так и присутствия на континенте. И быть налоговым резидентом страны, там Америки или Канады, в зависимости уже от работодателя. Поэтому туда и переехали, у нас была возможность по визе КУЭД быстро оформить все документы, бумажки. Это было весьма легко, учитывая, через какие трудности обычно люди проходят, чтобы не в таком порядке делать документы. Приехали, две недели у нас было в отеле, давали какие-то там деньги по три тысячи долларов на взрослого, по три тысячи долларов на ребенка. Ну, по ценам в Канаде могу сказать, что в принципе эти как бы шесть тысяч долларов, которые мы с женой получили, это как бы месяц жизни, плюс-минус. Там в отеле даже, когда мы жили, из-за того, что там питаться надо было, и мы не жили на широкую ногу, но все равно там ушло где-то, наверное, тысячу долларов, может быть, чуть больше. Не только за две недели проживания в плане отеля, а именно за спрос и за питание. Далее встретились с большими сложностями. Я приехал, потому что была у меня договоренность по работе. Но этот процесс затянулся сначала, то есть полтора месяца почти, пока интервью назначили и так далее. Но меня не одобрили, и было это связано с какими-то экономическими проблемами, в том числе по Америке, так как по моим знакомствам и той информацией, которую я обладаю, а просто как бы в моей конкретно профессии сильно урезали и финансирование, и большинство людей отправили и так на скамейку запасных. В общем, короче, не удалось. Дмитрий, вопрос. Хоть в какой области эта специальность интересна? Это IT, банковская область. Все, понял, понял. Конкретно там была работа с базами данных и есть такое, data science. У меня опыт работы был, и в Америке, в том числе, и работал ремонт с Украины. Жена у меня графический дизайнер. В общем, мы приехали, и вот так вот сверху до низов прошлись. Мы, ну, очень, как бы, в Украине нам это стоило, чтобы работу найти, ну, две недели, месяц. По Европе тоже, как бы, не сказал бы, что слишком долго бы искали, потому что у нас был опыт. В том числе и в европейских компаниях работы. А вот в Канаде, конечно, встретились с большой проблемой, учитывая то, что, как бы, образования у нас профильные подходящие были, и знания английского языка, work proficiency, достаточно для того, чтобы работать. После отеля, после отеля вы сняли квартиру без проблем? Нет, проблемы начались сразу. То есть мы решили снять сначала апартаменты, это называется, как бы, share apartments. То есть ты снимаешь комнату, в которой там есть уже свой душ, ванная, небольшая гостиная, но при этом там общая кухня. Ну, и бывает там у людей общий туалет, но у нас был свой. В общем, мы сняли, увидели этот ужас, зашли, там, эти индусы, все воняет, все грязно. Мы остались на один день, отменили бронировку, уехали. Да, это сразу первое, что мы столкнулись. Короче, такое, это общие такие сведения, что с индусами, в принципе, связываться в этой области нельзя. Я, пусть и толерантный человек и так далее, но есть какие-то объективные факторы, объективный фактор, что их культура подразумевает сильные запахи, в том числе и очень часто просто грязно. Ну, и откровенно, там было неприемлемо для жизни любого человека в Украине в том числе. Ну, что там? Ну, что там? Все грязно. Какие-то волосы валяются, лобковые волосы. Ну, это просто трэш-ужас. Ну, понятно. Это все они поубирали, да. Мы ночь уже в плюс-минус чистых апартаментах пережили. И общались с этим хозяином. Он сразу попытался нас там обмануть и по цене, и так далее. Я все равно там с ним обсудил количество денег, которое он хочет. В общем, он, в принципе, с меня запросил больше, чем если бы я в Airbnb заплатил. То есть на руки, ну, в общем, нечестные они дельцы, скажем так. Следующее, что было, я уже в ППХ снял в Airbnb жилье, уже хорошее, уже достаточно дорого оно стоило. Где-то по 140 долларов в ночь, плюс налоги, плюс уборка и так далее. То есть там в итоге реально выходило 200 баксов в ночь. Переехали в эти апартаменты. Они были личными. Познакомились с хорошими людьми, с хозяинами этих апартаментов. Ну и дальше нашли уже нормальное жилье, которое мы сняли и жили там полтора месяца. Но жилье, стоимость жилья была, это мы на руки платили. Это было там больше трех тысяч долларов в месяц. Это какой город? Какая провинция? Моя работа подразумевает то, что я могу там работать в небольшом количестве городов. Это Торонто, Ванкувер и Монреаль. Мы переехали, мы сразу полетели в Торонто. Нас поселили в Миссисалге. И в Миссисалге мы, в принципе, большую часть времени пребывали в Канаде. Миссисалга – это город-миллионник возле Торонто. Он большой, известный. И цены на жилье, и на питание и так далее, они точно такие же, как в Торонто. Ну и он, наверное, по престижу такой же. Понятно. Там, в принципе, 30 минут надо было на машине ехать в Торонто. В принципе, даже можно сказать, что это город-сателит. Большое, хорошее. Мы жили в классном районе. Газончики, дома. Все вот это было хорошо. Школа рядом была, спортивные стадионы были. Вы сразу занялись, наверное, поиском работы. Мы с первого дня занялись этим. У меня изначально была договоренность. Я говорю, что вот конкретно у меня было назначено, что я должен вот этой компании проходить интервью. Но оно сильно затянулось. Сроки постоянно менялись. Ну, там, в связи с какими-то проблемами. Я действовал через рекрутинговые компании, которые там занимаются поиском HR-компаний. Поиском работников. Ну, у меня были личные знакомства. Плюс еще там реферальная система в IT-действии. Это, в принципе, в большинстве профессий. В общем, у меня были рекомендации. В общем, все, что вообще можно было придумать, я все сделал. Мы начали, вот, как я и говорил, с позиции сверхов. Вот то, что нам нравится заниматься. И пошли в самый низ. Вот первый месяц полностью я занимался тем, чтобы найти по профилю работу. Следующий месяц я уже искал работу, которая около моего профиля. И, там, третий месяц это было уже все подряд. То есть, работы, которые для меня были бы не перспективными, неинтересными. Там, то есть, мойка машин. Там, работа в каких-то сетевых магазинах, типа Walmart, Home Depot, Starbucks. Ну, все подряд, короче. Уже вот такой вот уровень. Общий профиль, который я мог бы дать по оценке в Канаде. В Канаде мало работы. Туда не особо хотят брать. Тем более, есть миллиард индусов, которые готовы работать задешевле. Ты, на самом деле, когда прилетаешь в аэропорт, в Торонто, ну, как бы, мое впечатление, ты еще не сильно понимаешь, точно ли ты в Канаде, или, может, ты в Индию прилетел. Потому что, ну, 80% это были индусы, пакистанцы, ну, в общем, не канадцы. Канадцев я не так уж много и в Канаде самолюбил, да. Ну, Канада – это страна иммигрантов, поэтому удивительно. Но, конечно, как-то в моем опыте запечатлилось то, что, ну, основное превалюривающее количество населения – это индусы были. Ну, и по оценке, там, самого государства, они, там, за последние два года огромное количество иммигрантов, тем более для маленькой Канады, которой население 38 миллионов человек, они 2 миллиона иммигрантов пригласили. Но, там, рост бизнеса или, там, количество создания бизнеса, экономическая ситуация в Канаде – не сильно. Тем более, стоимость на жилье сейчас просто рекордная. А ставки, кредитные ставки тоже, там, по-моему, самые высокие за последние 15 лет, там, 8% на ипотеку, как и в Америке сейчас. Поэтому, ну, как-то, наверное, это сильно повлияло на, в том числе, на рынок труда в Канаде. И ситуация такая, что у нас были друзья, которые туда поехали еще год назад, и мы четко знали их путь, то есть от А до Я. Они, там, устроились на завод работать, на местный хороший, но жизнью они тоже были недовольны. Ну, и при этом у них тоже, там, были и высшее образование, и они хотели в этом развиваться, там, в своих профессиях. Но вот за год в их жизни они так и ничего не нашли. И, как бы, такая общая оценка по людям, которых я знаю, что обычно по профилю ничего не находится. Находятся самые грязные работы, скажем так, неинтересные для большинства населения. И вот так, в основном, это по украинцам, да, ситуация? Ну, по украинцам, да. Смышленные украинцы, они действуют так, что они, там, для своих оставляют место. Они приезжают, живут вместе, расходы... Главный расход – это жилье. То есть я знаю, что, в принципе, не крутую квартиру, там, однокомнатную, двухкомнатную, максимум, ванн-бедрум. Ты можешь снять за 2000 долларов при условии того, что ты снимаешь это на год. Плюс для того, чтобы снять на год, ты должен предоставить сразу ряд документов. Ты должен доказать свою кредитную историю, которая делается минимум в лучшем случае три месяца нахождения в Канаде работы. Потом ты должен оплатить первый и последний месяц, ну и показать, что у тебя есть доход. Ты это можешь показать из банковской выписки или дать документ, который подтверждает... А подскажи такой вопрос. Хоть кто-то с беженцев ты встречал, чтобы именно жирно устроились там именно? Нет, с беженцев я такое не знаю. Таких историй... Вот в основном, в основном все, что я знаю... У кого были нагретые места, и это было не связано с совершенно не с беженством, а уже с эмиграцией, и, возможно, изначально они там, находясь еще в Европе, нашли себе работу. То есть лучшее, что я слышал, там поехали программистом, нашли себе 40 долларов в час, что для канадских меркам это небольшая зарплата, то есть где-то 5000 канадских долларов после уплаты налогов. Ну вот и считайте, как бы. Квартира просто нормальная. Это, я бы не сказал бы, что хорошая. Это 2000 долларов в месяц. Машина там все про все. 1000 долларов, то есть страховка на машину, плюс там кредит, если ты берешь на машину. Ну, может быть, сюда еще поместится бензин на машину. Потом питание. Вот как ни крути, 300 долларов в неделю на двоих. То есть это ты не питаешься хорошо. У них цены есть продукты, которые доступны. То есть, допустим, у них дешевые авокадо и морепродукты. Но килограмм курицы стоит там 16-20 баксов килограмм. Что довольно дорого мне кажется. Много украинцев в Канаде? Ну, там и до миграции, до сейчас событий в Украине было много украинцев. Ну да, ты часто, в принципе, в магазинах встречаешь русскую, украинскую речь. Я вот просто заметил тенденцию по украинцам в Европе, что они до того, как устроились на работе, они между собой конкурируют. Потому что понимают, что там в одном городе, например, 3000 украинцев, мест рабочих мало, и они начинают как бы конкурировать. Есть там такое? Или помогают? И взаимовыручка сплошная. То, что я конкретно знаю, украинцы, конечно, не сильно друг другу помогают. Есть такая тенденция, что украинцы для своих конкретно родственников друзей держат место, да. Но для других украинцев, конечно, нет. Ну, у нас не как у евреев, чтобы какая-то сильная коммуна была, чтобы там друг друга выручать, это точно, а какого нет. К сожалению. Ну, так, в целом, если ты что-то спросишь, скорее всего тебе ответят, правильный путь укажут. Они не будут тебя отправлять куда-то в лес. Да, да. Там большая вывеска. Много уехало. В твоей жизни тебе показывают, туда иди. Слушай, ну, опять же, вот в Канаду, я вот куда, в какую страну мы не приехали, вот везде с теми беженцами я разговаривал, с земляками своими, все они такие, да, мы в Италии временно, вот сейчас уже оформляется виза Канады, мы, типа, мы сначала в Польше, потом в Италию, но Канада, мы туда вообще нацелены. Вот они все уже проделали такой путь в Канаду. А что потом они делают? Куда они едут? Ну, если нет нагретого места, ну, приезжают они и сосут лапу. Потому что, ну, как, большинство украинцев, которые я знаю, устраиваются, это, типа, хорошая работа, они считаются home manager или building manager. Звучит это хорошо, но на деле это вахтер. То есть ты сидишь, отвечаешь на звонки и моешь полы. Но эти подробности они не рассказывают. Мы, ну, так, в основном люди. Ну, да, вот такая вот работа. Еще очень неоплачиваемая, потому что это где-то 18 долларов в час. Я лично знаю историю, там, женщины, которая приехала, устроилась на такую работу, проработала какое-то время и была, в принципе, довольна тем, что у нее просто есть работа. Ну, ну, сама работа тяжелая и, ну, скажем, неприятная во многих вещах. Ну, и что, в какой-то, в какой-то из ней просто выкупили это здание и ее в этот же день уволили. Пришли, сказали, все, увольняем. То есть, вот, как бы, у меня было понимание и знание, что как раз в Канаде в основном так сложно устроиться, потому что очень сложно потом уволить этого человека. Он, там, может претендовать на большую компенсацию по увольнению или, там, ну, в общем, сложно. Оказалось, вот, за один день. Вот ты работаешь. У нее все было официально, да. Официально устроено. Украинцы, конечно, они, у них есть свои бизнесы, они, там, работают, плитку кладут, какие-то такие repair work сделают и грязную зарабатывать. Ну, допустим, я знаю, было предложение такое, там, класть плитку, но везде платится количество, там, долларов в час, начиная, там, от 16 долларов, минимальная распада, на которую, ну, реально сложно принять. То есть, ты будешь прям выживать и не жить, это точно. Особенно, если ты один живешь и, там, сам снимаешь квартиру, это все плохо. Так вот. А им, там, платят, ну, 18-20. 17-20. Короче, я так понял, что даже ты и работаешь, что ты просто сводишь концы с концами. Ну, да, есть такое. Ну, конечно, есть, наверное, то есть, я знаю людей, которые, там, устроились на завод, и у них, там, зарплата около 30 баллов. После, там, определенного опыта работы. Там, через полгода, через год, там, она повышается, там, в зависимости от квалификации сотрудника. Ну, и в основном на заводах не нужен английский язык, поэтому тоже, там, ну, работа сложная. Тяжелая, овертаймы, там, по 10-12 часов, в день может быть, это ночные смены, это 6 дней в неделю, может, и в воскресенье тебя поставят работать. То есть, ну, поскольку ты, как бы, не можешь не согласиться на работу, но тебе ее плачут. То есть, очень будет плохо, если ты вдруг не согласишься. Обычно, по-моему, нет такой возможности отказаться. Какие люди в Канаде? Они ходят, улыбаются, либо они сумбурные какие-то. Какие там люди? Люди, я бы сказал, что вот это реально открытка Канады. То есть, вот, обертка красивая в виде, там, лужаек, домов и людей. Люди, правда, улыбчивые, они хотят тебе помочь, они добрые, они очень, скажем, располагающие к себе, они обязательно, там, у меня даже привычка появилась, там, hey there, how are you? Обязательно тебя спросят, что-то ответят, и так далее. Даже вот какой-то там самый-самый, и даже иммигрант, который, может, приехал совсем недавно, он все равно вот так вот себя ведет. То есть, это круто. Это хорошая сторона. Я знаю, что по иммиграции большинство людей всегда отмечают, что вот это, как бы, крутая черта, вот эти, там, маленькие разговоры, едешь в лифте, там, с тобой пообщаются, там, это пустые, как бы, они ни о чем, знаешь, там, ну, хорошая погода, да, хорошая погода, удачи, хорошего дня, что будешь сегодня делать, идут там на пробулку, он такой, ну, класс, хорошая погода. Я вспомнил, я вспомнил, не сбейся с мыслью, я вспомнил знакомого, он в Лондоне живет, ну, им там дали это социальное жилье, и он, говорит, ехал в лифте, ну, и мужчина пукнул, ну, его пассажир, ну, типа, Европа тут, ну, отрыжку пустить и пукнуть, это нормально. И, говорит, этот чудак пукает, чувствуется, ну, они вдвоем, чувствуется такое напряжение, он начинает с ним разговаривать, и вместо сказать извини, он говорит, чувствуешь, я ел капусту. Не, ну, такого я не встречал, да, у нас было бы это странно, это точно. Про людей, про людей мы, какие люди, улыбаются они, а так вообще они как. Люди добрые, но в основном, я скажу, это как бы превалирующее количество индусов, оно замечается, особенно на всех, на всех работах, которые являются там, ну, грязными, назовем, там, обслуживание, там, в любой ты кафе, ресторан зайдешь, и так далее, везде как бы в основном индусы, пиццерии, все подряд. И, какие индусы? Индусы бывают разными, бывают наглыми, в основном, вот, могу сказать, что все, все разы, что меня кто-то пытался кинуть, это были индусы. Вот, все время, каждый раз, когда встречался с такими ситуациями, где кто-то меня пытался кинуть на деньги или там обмануть и так далее, это всегда были индусы. Вот такое вот, как бы, замечание, знаешь, что, ну, большинство людей столкнулись, плюс-минус, с такими же проблемами, и знаешь, есть определенные сложности в общении с индусами. Ну, индусы бывают и очень приятные, и радостные, конечно, во всех нациях бывает и такое, и сухое, но в целом, в целом, я думаю, там, украинскому человеку не сильно будет приятно, потому что, ну, культура их подразумевает, сильные неприятные запахи для нас, запах кари, допустим, мне раньше нравился, но после нескольких месяцев жизни в Канаде очень разонравился, потому что ты заходишь, в принципе, в транспорт, и там воняет либо кари, причем сильно так неприятно, либо травой. Вообще, в принципе, в Канаде везде воняет либо травой, вот ты идешь, либо кари, и третий вариант, это скунс пернол, но у него такой запах, как у травы, в принципе, я имею ввиду... Слушайте, настоящий скунс? Да, да, там скунсов много, ты можешь так вот идти, в принципе, встретить скунса. И они пухают? Это, кстати, отдельная проблема, что, что вот эти скунсы, они, короче, там на собак бывает такое, что могут своими этими железами, ну, короче, пердонуть на собаку, а она будет сильно вонять. И это же прям не открывается, это сложно, там люди там атмосферка покупают, насколько я знаю, и там полностью покрывают, и такие случаи часто происходят. И, в принципе, вот мы жили, это был почти центр Миссисалди, ну, было близко к даунтауну, ехать, и там часто встречались скунсом. Ну, прямо на каждом субе, но есть. На каждом субе там делка, делка это вместо кошек и собак. Диких кошек и собак, они однобедленные собаки, и кто-то там выбирает. Там вот есть куча официальных делок. То есть, получается, если в Европе пахнет пармезаном, то в Канаде травой и скунсами? Ну вот, скунсы, они пахнут, в принципе, как такой концентрированный запах травы, вид травы, которую курят. Я понял. В газон. Да. И, ну, специфический запах, и вот у скунсов, в принципе, ты не всегда можешь понять, травой это воняет, или конкретно скунс-курном. Потому что, когда скунс-курном, оно просто очень такой концентрированный запах, сильнее намного. Ну, вот и карри. Воняет либо карри, либо травой, либо скунсами. И, ну, это может казаться смешным, но когда ты только в этом живешь, ты спуешь, и постоянно этим воняет, это неприятно. Много украинцев уехало? Ну, по данным, там, больше 200 тысяч людей в Канаду переехало. Там, около 800 тысяч, если я помню, получила конкретно документы от Канады, или поддалась на документы Канады, переехала до марта месяца, больше 200 тысяч. Ну, короче, куча украинцев понаделала виз, но не приехала. То есть, только четвертый. От того количества, которое поддалось на визы. Я так понимаю, что те украинцы, которые сейчас в Канаде, они уже мечтают дальше, в Америку, или в Австралию? Ну, моя первая мысль была, то, что, да, может быть, как бы, Канада, 38 миллионов, проблема, большое количество иммигрантов, которые, ну, они не могли себе позволить, на самом деле, такого количества иммигрантов. Что-то со звуком, со звуком что-то. Как сейчас слышно? Вот сейчас-то хорошо. Канада, как бы, не могла себе позволить такое количество иммигрантов, которые они пригласили себе, потому что работы обеспечить, что они не могут, а, ну, если приглашаешься людей, которые хотят остаться, они бедные, у них нет работы, что они будут делать? Они будут воровать, они будут мошенничать, и мошенничество в Канаде очень радует. В принципе, да, постоянно сталкиваюсь с тем, что тебе там пытаются, пытаются, как у нас в украине тоже обжудить, какие-то шульки скинуть, что ты открываешь, и деньги у тебя полностью приводят. Я сейчас поменяю место, потому что сильный ветер поднялся. Да. А как погода в Канаде? На удивление, кстати, хорошая погода была. Прямо зимой мы приехали, и были дни, когда я ходил просто в спортивном костюме, без спутки. Когда только приехали, было холодно. Я тут собака мягче забрела. И получается в Америку уезжать у людей? Ну, там есть такая тропа, что, что я знаю, то, что едут, короче. Там, в Бритиш-Коламбии есть какой-то вроде как лес, через который как раз мексикосы, мексиканцы, они очень часто едут в Канаду, потому что им в Канаду очень легко получить визу. Канадцы очень рады мексиканцам, потому что они приезжают и работают на них на полях. А мексиканцы хорошие работники. И потом эти мексиканцы, там, хитрые жуфы, они через этот лес в Америку. То есть это одна из линий и способов попасть в США. Легально. А легально, ну, кстати, у тебя есть канадская, конечно, виза. Если ты получаешь канадский паспорт или канадская ВНЖ, вот с ВНЖ я не уверен, но с паспортом точно ты можешь легко, там, без визы ехать в Америку. А если как украинцы, которые приехали по КОЭС, нет, никаких шансов у тебя в Америку легально попасть нет. Только если Америка сделает тебе визу и нет такого, что если у тебя канадская есть виза, что у тебя больше шансов получить из-за этого американскую визу. То есть это не взаимосвязано. В общем, все понятно. Многие, короче, украинцы не нашли рай в Канаде. Ну, насколько знаю, я да. Потому что есть люди, которые там остаются, но профессии, на которых они работают, это какие-то там уборщицы, это работа невысокооплачиваемая, в лучшем случае какие-то заводы. Есть какие-то более-менее успешные истории, но их немного, и лично с ними не знакомо. Это так, знаешь, есть какой-то Иван, он приехал, заработал тут миллион долларов. Этот миллион долларов условность, потому что он устроился на работу каким-то, не знаю, продажником в салоне, в автосалоне, это уже там очень круто. Но за такие случаи они минимальные, их не часто встретишь. Особенно сейчас, когда, ну, видимо, рынок труда сильно переполнен, и людям сложно найти работу. Знаешь, что есть такие ребята, которые приезжают и там реально пытаются и по 6-8 месяцев не могут найти работу, живут там у своих родственников. С индусами сложно соперничать, потому что они приезжают, селятся в один дом в десятером, делят расходы на 10 человек. Им, в принципе, там, эта работа в радость, а не в тягость. Работать, наверное, им по 12 часов тоже нормально, потому что там в основном индусы едут какие? Те, которые, как бы, небольшого достатка. Эти, небольшого достатка, готовые, наверное, делать намного больше, чем украинцы, которые в основном своем привыкли к труду, который их нормально оплачивает, у тебя есть время отдыха, ты там, не 12 часов над тобой кто-то с плечью стоит, херач, там, что-то руками делай, как на заводах Китая. Хорошо, скажи мне с криминалом еще, как там с криминалом дела? Это отдельная тема, это большая проблема, то, что там большое количество бомжей, бомжи, особенно, когда ты доходишь до центра города, там они сплошь рядом, они кучкуются, их огромное количество, и даже шутка, что, типа, вот эти палатки, в которой бомжи живут, там тоже стоит типа 1000 долларов, месяц, потому что комнаты не сильно лучше, чем эта палатка, тоже плюс-минус столько же могут стоить. Бомжи добрые и злые? Бомжи, бомжи в основном опасные, то есть, они, они, как бы, с ними, это не одесские бомжи, не украинские, те, которые там знают, что они, что они не в той позиции, что могут там тебе что-то подойти или как-то тебя ограбить и так далее, этим, как бы, по моему опыту, они могут и напхать, и толкнуть, и в общем, их стоит обходить стороной. Бомжи, у них это нормально, и то есть, вот эти видео, которые вы делаете там в Ютубе по поводу там бомжей, что они там наркотики юзают прям на улице, да, это может быть центр города, я не видел, что обковолись в Канаде, но видел, что там собирается кучка бомжей, они такие зонтики ставят прям в центре города, там какое-то красивое здание, может даже историческое какое-то плюс-минус быть. Вот я потом в Лондоне жил, это тоже Антарио, не Англия, и там собиралась кучка бомжей, они ставили зонтики, курили крэк, развлекались, в общем. То есть, они не просто наркоманят, они могут еще и криминалом заниматься? Я не часто встречал бомжей, которые прям криминалом занимаются, потому что у них в Канаде есть такая штука, что бомжи просто заходят во все магазины и все, что хотят, и никто их не останавливает. То есть, они заходят, грибают все и уходят. И это просто норма, к этому нормально относятся, и знаю, что в этих магазинах изначально прописывают расходы вот на такого рода вещи, что бомжи заходят, там, не знаю, все очки, которые видят, загрибают, и уходят. Понятно. Знаешь, что, допустим, на прилавках магазинов в Канаде там у них, допустим, какие-то дорогие крема выставляют и так далее, но сами коробки пустые, типа, крема они отдельно держат там, где как бы недоступно, потому что бомжи приходят, сгребают, и чтобы расходы свои уменьшить, и чтобы бомжи, в общем, пустые коробки. Так, а скажи еще, женщины легкого поведения имеются в Канаде? Я, честно говоря, не встречал, нет, не знаю, не видел. У меня был опыт, что я жил в мотеле, так как мы не могли, короче, найти жилье, вот, ну вот прям вообще, ну нереально было. Airbnb я снял, мне не отвечали долго, и вот мне было же, какие деньги, я там, две тысячи долларов две недели стоила, я сразу три снял, чтобы хоть где-то было жить, потому что, ну, это уже была критическая ситуация, где нам просто либо на улице, либо надо было что-то снять, в общем. И вот мне не нашлось ничего, и нам пришлось как бы ехать в отель, который, мотель по факту, и в этом мотеле мы жили, и да, уровень наркоманий, уровень жизни, и вообще там, вот, меня что удивляло, там люди, вот, ну конкретно наркоманы, ты видишь это, они там что-то при тебе используют, а там детки типа бегают, играют, все нормально, а это вот такой мотель, который вот в 80-х годах в фильмах американских показывали, там где, там где шлю грязно, чмошно, отвратительно, то есть, и ночь в таком отеле будет стоить где-то в мотеле 160 баксов, плюс налоги. Короче, понятно, ладно, все, что ты можешь сказать, в общем, в завершениях Канаде, вы уехали, я так понял, да? Да, да, если, да, если, если у вас нет нагретого места, и я бы сравнил так, вот конкретно, по цифрам, если ты хочешь жить в Одессе, как вот ты жил на 2000 долларов в Одессе, то в Канаде тебе такая жизнь обойдется, ну где-то минимум в 10 тысяч долларов канадских, ну все цены, кстати, которые я называл, было в Канаде, ну а если у тебя нет возможности получить такой доход в Канаде, то будешь жить ты не очень хорошо. Допустим, по Одессе 500 баксов со своим жильем, я думаю, что это в Канаде, как где-то 6-7 тысяч долларов, и чтобы такой доход себе организовать в Канаде, ну, надо иметь изначально договоренное место, потому что по факту ты приедешь туда, тебе очень много времени займет, поиск работы, и ты найдешь эту работу, и скорее всего это будет какие-то 16 долларов в час, что после уплаты налогов, наверное, у тебя будет оставаться 2 500-2 600 долларов. И вот, ну и при цене жилья, что ты должен как бы снять на год и 2 000 долларов, оно тебе будет стоить, может там 1600 ты какую-то отвратительную, ну, плохую комнату некрасивую найдешь, и будешь там жить. Ну, математика говорит как бы против Канады, вот я бы так сказал. Поэтому все ситуации индивидуальны, но в целом, если там нету какого-то большого достатка, ты приезжаешь в Канаду, как бы и падаешь на дно. Ясненько. Добренько. Спасибо, что уделили время. Желаю удачи вам, вашей семье. Всего самого хорошего. Быть добру. Спасибо, Взаимно. Быть добру.